Благословение. Кто хочет услышать принципы благословения? Кто хочет услышать, да? Слушайте, запоминайте. Вот мы сегодня получили, ну наша семья получила огромное благословение, потому что мы исполнили заповедь Господа о гостеприимстве. Мы приняли дома брата Николая и брата Юрия. И я хочу сказать, что это большое благословение. Вот вы знаете, мы когда были молодыми, у нас в церкви тогда приезжало много миссионеров, и всегда спрашивали, кто возьмет домой миссионера, и мы с мужем не договаривались. Мы, ну ничего, да, что мы английского не знаем, мы даже об этом не думали. Мы даже не думали, чем будем кормить, ну так, времена такие были, знаете, не было изобилия. Я сегодня до меня дошло, у меня дети, куда бы ни попадали, они везде самые лучшие с английским языком, да? Сын в Китай приехал, говорит, я там самый лучший. Дочь в группу пошла иностранные языки изучать, да, в Софии. Она говорит, я в группе лучшая, аж неудобно как-то. Я думаю, понимаете, по Мазанье-то приходит. Мне сейчас, я думаю, наверное, внуков надо на еврейский отправлять, учить. Вы поняли, да, о чем я? Получайте, приглашайте. Вот вы знаете, у нас ребята, они остаются с субботы на воскресенье, им далеко в обзор ехать. И, в принципе, им вот, ну, чем ехать, можно пригласить их, переночевать, накормить и получить огромное благословение. Вот вы знаете, Иисус родился в каком городе у нас Рождество идет? В Вифлееме, да? А где он родился? В Вислях. Да, потому что в домах не было места. Вот вы знаете, мы сейчас тоже идет Рождество, мы наряжаем там наши дома, наряжаем, покупаем подарки, еще что-то, да? Но это все хорошо. Но вы знаете, ну, если мы возьмем и приютим кого-то, правда же, у себя дома. Авраам, принимая, помните, странников, он принял ангела. А я верю, что принимая верующих людей, мы принимаем самого Господа. И поэтому вот у кого-то есть возможность, мы можем поделиться этой возможностью, мы примем у себя, но мы можем поделиться с вами вот этой благодатью и возможностью принять через людей самого Иисуса Христа в следующую субботу. Потому что в следующую субботу здесь будет встреча шалома, да? Шабата. Шабата. Придется учить. Два в одном. А, шабата и хануки. Два в одном во сколько? Два часа. Два до четырех. Два до четырех. Хотят пораньше, с двух до четырех. Двух до четырех, да, и потом вы можете взять к себе, приготовить вкусный ужин. Ой, прям. Я люблю встречать гостей, честное слово. Это такое благословение, кто еще не вкусил. Кто вот, кто давно не принимал, можете не поднимать руки, кто давно не принимал у себя дома гостей? Не поднимайте, ну вспомните, кто не принимал, да, у себя дома. Да, да, да. Давно ли вы не принимали? Да, потому что, вы знаете, мы сегодня говорили, гостеприимство – это часть христианской жизни. Это неотложенная, да, часть христианской жизни. Вот. Ну, хорошо. Да, да, Элен. Ой, хорошо, что вы сказали. Мы же за вас хотели помолиться, вы же уезжаете. Когда Гена с Наташей приехали сюда, переехали сюда, ну, лет 14 тому назад, мы приехали к ним в гости с нашими детьми, с их детьми, и мы все жили в одной маленькой квартире. Мы сейчас не помним, как мы все поместились. Никто из нас не помнит, как. Но я думаю, что Бог, ну, как-то расширил. Потому что Он благословает гостеприимство. Ну, да, теперь видите, где мы принимаем. И я мужу говорю, мне кажется, чем больше будет комнат, они все будут постоянно заняты. А пойдемте, у нас Орен и Элен уезжают, давайте мы благословим вас. Сейчас, вы знаете, да, проходите. Я думаю, что все, кто соприкасались к ними, я, вот знаете, это люди, которым можно ничего не говорить, но, глядя на их жизнь, можно видеть Иисуса Христа. Поэтому спасибо вам большое. Ну, если вы еще что-то хотите сказать. Ну, давайте, мы благословим, да, дорогу их. Они едут в Англию, у них там неверующие пока еще родственники. И давайте помолимся даже. Вас Тобо хранит, мы за вас спокойны. Давайте мы помолимся, чтобы за ваших родственников, да. Да, аминь, аминь. Пойдем, пойдем молиться. Иди сюда. Пойдем, чего ты. Сказала Наташа, давайте за них помолимся. Да, надо, чтобы смогли принять всю полноту благодати, которая с вами приедет. Поэтому благослови, Господь, дорогу, благослови, Господь, все пути от начала до конца, пребывание, благослови всех, кто будет соприкасаться, открывай сердца, потому что уста открыты. Мы благодарим Тебя, что эти уста помазаны Илеем Твоим, Господи. Спасибо Тебе. Благословляй, благослови нашего брата и сестру. Аминь. 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 Спасибо большое.